Здравствуйте! Это видео будет посвящено настройке D-Link Gear 300, а именно обновлению прошивки, настройка интернета, настройка Wi-Fi и смена пароля для веб-интерфейса роутера. Первое, что необходимо сделать, это правильно подключить роутер. На данной схеме видно, как это сделать. Первое, что мы делаем, любой LAN-порт, их 4, подключаем в компьютер-ноутбук с помощью сетевого кабеля, который идет в комплекте. Сетевой кабель с интернетом подключаем в порт WAN желтого цвета, подключаем питание 220 и нажимаем кнопку включения. После этого на компьютере или ноутбуке запускаете любой браузер. Вводите IP-адрес роутера 192.168.0.1 Если вы подключаетесь к веб-интерфейсу роутера первый раз, он предложит вам сменить пароль. Рекомендую использовать сложный пароль, не менее 8 символов, используем цифр, буквы и спецзнаков. Нажимаем Apply. Теперь он предлагает авторизоваться. Логин админ и пароль, который мы только что ввели. Стандартный логин и пароль для подключения к веб-интерфейсу D-Link Admin. Сохраняем настройки. Изменим язык системы на русский. Для этого выбираем language, русский и нажимаем сохранить. В поле информации об устройстве мы увидим версию прошивки 2.0.17. На компьютере, имеющий доступ в интернет, зайдите на сайт D-Link.ru. Выберите продукт, в данном случае D-300. При выборе продукта вы увидите, что есть различные релизы D-300. Для того, чтобы выяснить, какой релиз используется у вас, вам необходимо посмотреть на наклейку на роутере. Там будет указана версия установленной прошивки и версия релиза. В данном случае используется релиз D-1. Убираем его. Заходим в загрузки. Обновление 2.0.17. То есть в данном случае стоит последняя версия прошивки. Если у вас стоит устаревшая версия прошивки, вы скачиваете обновленную. Далее переходите на веб-интерфейс роутера. Нажимаете на версию прошивки. Указываете путь к файлу прошивки. И нажимаете обновить. После этого в течение 2-3 минут роутер обновит прошивку и перезагрузится. Так, после перезагрузки роутера у вас должна поменялась версия прошивки. В данном случае она не поменялась, потому что использовалась уже последняя. Если вы обновили прошивку до второй версии, то в дальнейшем вам не обязательно скачивать файл прошивки с сайта D-Link, а можно удаленно обновить прошивку роутера. Для этого достаточно нажать «Проверить обновление». Следующим шагом настроим интернет и Wi-Fi-сеть. Для этого в вкладке «Сеть» выбираем «Клик на «Коннект». Удостоверяемся в том, что сетевой кабель у нас подключен в порт 1. Нажимаем «Далее». Выбираем тип соединения. Эту информацию вы можете узнать из договора провайдера или позвонив в техподдержку провайдера. В данном случае используется динамический IP. В данном случае не нужно вводить логин и пароль. Нажимаем «Далее». Проверяем указанные настройки и нажимаем «Применить». Получаем сообщение о том, что успешно роутер подключился к интернету. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Далее». Следующим шагом можно настроить Wi-Fi. Для этого выбираем режим. У нас звучит точка доступа. SSID – это имя вашей Wi-Fi-сети. Я выберу пока «Хлоп.ком». Доступ к этой сети. Какой будет открытый или закрытый. Выбираем «Защищенная сеть». И указываем код безопасности для подключения к этой сети. То есть этот пароль будет использоваться для подключения к Wi-Fi-сети. Рекомендую использовать сложный пароль, не менее 8 символов, использование букв, цифр и спецзнаков. Нажимаем «Далее». Проверяем настройки. Нажимаем «Применить». Далее предлагается настроить услугу IPTV. Поскольку мой проведер не предоставляет такую услугу, я нажму «Пропустить шаг». Нажимаем кнопку «Применить». Нажимаем кнопку «Применить». Если вы захотите поменять пароль для подключения на веб-интерфейс, внизу выберите «Расширенные настройки», «Пароль администратора» и введите новый пароль. На этом предлагаю завершить это видео. Всем спасибо. До свидания.